Вопрос об иностранной агентуре на военном флоте. Были ли провалы иностранных разведок? Как им удавалось находить людей, способных предать даже не отечество, а своих боевых товарищей, с которыми делили все тяготы флотской жизни? Почему в России не было адекватного противодействия? Ну, вообще, национализм, он поздно появился. Национализм заменяла религиозная пропаганда, и она была эффективна как пропаганда национальная в случае разных конфессий или тем более разных религий, ну, там, допустим, оппозиции католики против мусульман. Вот это в Италии было очень действенно. А национализм – это в самых развитых, самых передовых странах со второй половины XIX века, и даже скажу больше, поскольку наша цивилизация, это советская, постсоветская, она построена была на советском патриотизме, таком тотальном людей, не совсем правильное представление о патриотизме. Кажется, что вот немцы там, вот англичане, они все патриоты и так далее, но на самом деле, как сказал английский писатель, отличие класса интеллектуалов от низших классов заключается в том, что низший класс, он спрашивает, что для меня сделала Англия, а вот интеллектуал спрашивает себя, а что я сделал для Англии. Вот поэтому национализм низших сословий, он очень преувеличен. Это может быть результат удачной пропаганды или стадного инстинкта. Природа раскрывается в ее совершенстве, поэтому действительно националистами являются люди максимально взрослые, выросшие с внутренней культурой, филологической культурой, социальной культурой и так далее. И они действительно, когда они разрастаются, они разные. Знаете, как семена растений, в общем-то, достаточно похожи все друг на друга, а вот когда эти растения, семена прорастают, растения совершенно разные, с разными плодами, разного размера и так далее, и так далее. По плодам узнаете их. Поэтому бессмысленно говорить, ну как же так, вот на флоте там что-то делали, какие-то создавали ячейки. Они действовали по трафаретам, вы можете просто почитать официально, и в советское время выходили воспоминания о восстаниях на флоте, ну и там все очень просто открытым текстом, тогда без рефлексии говорилось, только нужно немножко акценты поставить там и так далее, что вот, там Свяборское восстание, Балтийский флот, был, значит, там к наводам какой-то старослужащий матрос, очень уважаемый, он там давал небольшие деньги, суда там беспроцентные матросам, был авторитет, вот, и все его слушались, ну он был старообрядец там, да, ну вот и дальше там, значит, все вот так, хрестоматийно. Кстати, у старообрядцев, как у них назывались их общины, их церкви, они назывались корабли. Противодействие было и было очень сложно, но был разветвленный заговор в десятых годах перед Первой мировой войной, флотский заговор разоблачен, ну я так понимаю, с подачи англичан, там, кстати, фигурировал вот Иоффе, впоследствии советский полпред в Германии, посмотрите эту вот Иоффе биографию, там вот есть информация о его связи вот с этим восстанием на флоте, о которой очень мало упоминаний, там арестовали много людей. А относительно противодействия и так далее, из кого состоял офицерский корпус в значительной степени из обрусевших англичан, из шведов, немцев, ну и так далее, и тому подобное. И, кстати, вот такая же проблема была в Австро-Венгрии, флот Австро-Венгрии, в значительной степени из кого комплектовался, из итальянцев, живущих на побережье Австро-Венгрии, вот, ну и сами понимаете, к чему это потом привело, посмотрите восстание на Австро-Венгерском флоте, и так далее, и так далее. Ничего особо уникального в России здесь не было, никакого особого такого предательства там какого-то, да, ну было, да, нельзя сказать, что чудеса верности такой-то проявляли, но и ничего такого, выдающегося того предательства тоже не было, была глупость, ну и общая рыхлость государства, недоделанного еще к тому времени с точки зрения национальной идентичности. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ